Добрый вечер, Захар. Привет. Почему, Захар, почему псевдоним был выбран именно такой? Мои тезки на самом деле. Да, мы тезки, меня по паспорту Евгений Николаевич Прилепин зовут, но в свое время, когда я начал писать книжки, а было это лет примерно 8-9 назад, я вдруг решил, что для такой раздражающей и, как нынче пишут, брутальной прозы, нужен какой-то псевдоним по-раздражительней. И поэтому я решил, как-то решил, что имя Евгения слишком интеллигентское, слишком такое баратынское его называю. Буду я Захаром, тем более у меня прадед Захар, Захар Прилепин, Захар. И отца, мы его звали Николая Семеновича, но его тоже все называли Захаром там во дворе. Почему? Не знаю, потому что Захар редкое имя, и, видимо, то, что есть прадед Захар, видимо, как-то повлияло на друзей отца, и тоже они стали называть его Захаром. Я думаю, раз есть такое родовое имя, Рокочище, то я буду с Захаром. То есть это не во время службы в ОМОНе? Нет, нет, нет. То есть в ОМОНе вы были Женей Прилепиной? ОМОНовцы наряду с моей женой, только ОМОНовцы и моя жена называют меня Евгением. Остальное, круг общения, мой весь уже новый, и всем меня называют Захаром давно уже. Так что вы сейчас срываете с меня все по крову. Я где-то читал, что как раз именно когда вы в ОМОН пришли, поскольку имя такое у нас с вами, ну такое оно не секс, то есть не брутальное, не бойцовое, то вы в ОМОНе стали Захаром. Да нет, в ОМОНе братья псевдонимы были, был бы странноват. Ребята, называйте меня теперь Захаром. Было бы никовато. А, кстати, общаетесь вы со служивцами своими? Ну так, время от времени. Дело в том, что все-таки ОМОН, что называется, дело молодых, не скажу, что мы очень сильно постарели, но мы там все работали, нам было от 20 лет до 30, а сейчас нам всем 35, 37, 39, и все понемногу оттуда уже перебрались. Есть другие какие-то места, кто-то уже в ином мире, кто-то работает на других работах, но мы где-то раз там в два года где-то в бане собираемся там с служивцами. Этот ЖЖ Прилепин.ру ваш или нет, или это поклонников? Нет, это не мой, это какие-то люди сделали за меня. Ага, просто я смотрю, что вот последние посты, они все посвящены Элефанку, то есть я правильно ударение? Да, Элефанк, верно, да, есть такая группа. А это-то название откуда? Вот помимо, собственно, ОМОНовской деятельности в юности и литературной ныне, я всегда, ну, собственно, как все наше поколение, наверное, ваше тоже, для нас музыка это был способом миропонимания, потому что это было больше, чем просто. Вот, нынешние молодые люди уже не понимают, что для нас было там гребенчиков и лицо, или башлочок, это была философия жизни. И, конечно, вся моя, у меня были длинные волосы, тогда серьга в ухе, вот, и вся моя юность прошла в музыке. И теперь, спустя там 20 лет после этой эпохи, я вдруг неожиданно собрался со своими друзьями из тех еще лет, сказал, ребята, давайте-ка мы те песни, которые мы писали тогда, сейчас заново их перепоем. Выяснилось, что... А тогда писали песни? Да, тогда я... И музыку, и слова? Ну, и музыку, и слова, да, ну, там, за музыку мой товарищ Ганс Ульянов отвечал в основном, но я тоже пишу мелодии какие-то, и я умею это делать, я могу пользоваться музыкальными инструментами. В этом смысле, вот, спустя 20 лет мы опять реанимировали этот проект, правда, название «Элифанк» принесли они уже, придумали они, я не знаю, что оно значит, честно говоря. Да? Может быть, оно имеет отношение к фанку, может быть, к слону, может быть, еще к чему-то. Ну, в общем, я даже не стал заморачиваться, пусть будет «Элифанк». И мы сейчас записали альбом «Переворот» и выпускаем клип один за другим. И вот буквально вот в эти дни у нас сейчас происходит такая раскрутка нашего проекта музыкального. А когда вот выступление на сцене или, допустим, встреча с читателями, это одинаковые природы драйв, вот это вот энергетический обмен, или это какие-то разные совсем вещи? Совершенно разные ощущения, более того, и люди совершенно разные, поэтому я никогда не совмещаю музыкальные какие-то выступления и читательские встречи, потому что, ну, как правило, на читательских встречах публика совершенно другого толка, и она взрослее, она взрослее. А музыку слушают другие люди, которые не читают книг. А, знаете, я сейчас расскажу вам еще один такой прикол, потому что есть еще третья часть публики. Я тут недавно снялся как актер в сериале. И сериал, я думаю, что он будет никому незаметный, никто его не увидит, и никто не узнает, что я там снимался. А на самом деле он оказался самым смотрибельным сериалом сезона. Я не буду называть, чтобы его не пиарить. Нет, нет, давайте пиарить. Да, его называют, сериал «Инспектор Купер», и он шел по НТВ в прайм-тайм, просто его смотрел там миллионы просто людей. Но что удивительно, я там могу написать какой-то текст, какую-то статью, на него реагирует в блогах там сразу 10, 20, 30, 100 тысяч человек. Я тут сыграл там практически главную роль в этих двух сериях сериала, ни одного отзыва не было вообще. То есть люди, которые читают книги, не смотрят этот сериал, а те, кто смотрит сериал, не знают, кто такой Захар Прилепин. Это две как бы разных страны. Кто такой Захар Прилепин, знают абсолютно все. Я думаю, что просто вас не отцифровали, просто не поняли, что, как Алексей Учитель сказал, актер, проявивший удивительный комедийный дар. Что-то такое своими словами. А я, кстати, мнение Алексея очень ценю, потому что он вот профи. Поэтому я думаю, что просто никому в голову не пришло, что это великий русский писатель снялся в этой роли. Ну, может быть. Скажите, вот вы на прошлой неделе вернулись из города Парижска. Значит, вот с этого мероприятия, номер 33, это выставка, да, была? Книжная ярмарка. Книжная ярмарка. Вас очень много переводят и читают во Франции. Вот это симметричная вообще вещь, интерес российской публики к французской литературе и интерес французов к русской литературе. Я думаю, да. Я думаю, что он в чем-то равномеренно созвучен. Разве? Разве у нас читают французов в той степени, в которой вот во Франции читают Прилепина? Да. У нас, безусловно, у нас ездили по стране с гастролей Уэльбек и Бекбедер, и там просто собирались... Ну вот только он, пожалуй, да. Труп, ну и двое, как минимум до два писателя, но они, собственно, самые крутые во Франции. Мне кажется, что Бекбедер в основном, в общем, у нас известен в широкой публике, и то за счет экранизации, мне кажется. Ну, Уэльбек знают много, и в интервьюальных интеллигентских кругах читающих, конечно, тоже его знают. А во Франции, я не скажу, что вот столь же оглушительная у меня популярность, хотя у меня там пять книг переведено, то есть вся моя проза практически переведена, и в прошлом году, я даже не буду скрывать, похвастаюсь, у меня была в Париже встреча, вот на книжной ярмарке тоже, и со мной на встречу пришло 400 человек, а после меня выступал Бекбедер, к нему пришло 200 человек, то есть я его просто сделал. Ровно в два раза круче Бекбедера получается. Да, я дождался и сказал, я вызываю вас на дуэль, потому что в России вас любят многие красивые девушки, мне это не нравится, и мы так из пальцев друг друга выстрелили. Ну нет, просто там его все знают, он там уже им надоел, а я как бы впервые, ну не впервые, не так часто бываю. Славянский персонаж, это я посмотрел официальное название книжный салон, 33-й международный книжный салон. Вы в там составе какой-то делегации были? Ну да, небольшая такая, потому что в прошлом году был Год России, а в этом году просто там маленькое российское представительство. Там была Оля Славникова, Паша Басинский, Алиса Ганиева, и кажется, все. А кто отбирал писателей для этого салона? То есть это французская сторона или это кто-то у нас? Я думаю, нет, я думаю, как правило, это, ну тут, конечно, никто может в это не верить, потому что есть множество людей, которые подозревают во всем этом какой-то тайный умысел каких-то тайных людей. На самом деле все происходит, как правило, элементарно. Российская сторона предлагает каких-то писателей, а французы говорят, нужны или не нужны, потому что им, собственно, важно, чтобы приезжали писатели, которые уже переводились на французский язык, которые люди знали, чтобы какой-то был минимальный интерес. Поэтому едут все те люди, которые переведены на французский. Их на самом деле не так много. Французы интересуются русской литературой, но они переводят все подряд. Там есть 10-12 сапки, которые... Ну это такая обычная ситуация, и, собственно, она происходит совершенно стихийно и спонтанно. Кого-то переводят, кого-то не переводят, по-всякому бывает. А с французскими поклонниками вы на каком языке общаетесь? Через переводчика или на прямой языке? Конечно, всегда через переводчика, никаких проблем с этим нет. Я даже во Франции ездил, я там выступал, когда к 6-8, но однажды я ехал прям по альпийским деревням, из деревни в деревню, со своими вечерами, и там приходили 18 или 12 жителей деревни, и так как нет там никаких дворцов культуры, мы прям в храмах, в церквях местных садились и общались. Это было очень забавно. Ну, теперь вот я так понимаю, что ожидается сфера гастролей с элефанком, наверное, по тем же маршрутам. Нет, во Францию вряд ли. Вряд ли, да? Нет, конечно, это такой сугубо российский... Хотя мы едем сейчас на Украину, на самом деле, мы едем на Украину, но... Ну, за границей все-таки, да. Традиционно Большой Брат считает на Украину, что это тоже к себе домой. Что это по жанру, как вы для себя это определяете? Это рок-музыка? Или фанк? Ну, это скорее рок-музыка, хотя мы пытались какие-то более адекватные придумать жанровые определения. И сначала назначили это диско-панком, потом рэп-фанком, потом плюнули и как бы решили, что пусть критики определяют, что это такое. А вы для себя... Вот в какую нишу вы работаете? Кого вы видите своими конкурентами для себя? Вот вы определили, за какой аудиторию вы будете биться или нет? Я думаю, что вот с этим как раз проблемой, потому что, ну, без ложной скромности, я хочу сказать, что такую музыку в России никто не делает. Делают другую музыку, хорошую тоже. Да, это ни на что не похоже. Ну, в целом, у нас таких аналогов нет. У нас нет, я не знаю, там, и даже и Ману Чао не аналог, но и подобного тоже нет. Нет ничего такого фанковско-регийного, ничего нет. И в этом смысле, наверное, аналоги, вот те люди, которым это симпатично, и которые понимают, что это качает. Очень хорошо отреагировал на элефанк, там, Миша Барзыкин, Сергей Чигараков, там, мои друзья из 25-17. То есть вот там... А про 25-17 расскажите. Вы ведь... Вы ведь замечательная группа 25-17. Вы с ними выступали когда-то, да? Практически она сейчас культовая в России, там точно топ-3 самых известных рэп-команд. Для меня рэп-музыка, конечно, то, что заменила во многом рок-музыку. Вот для нашего поколения рок-музыка была, как бы, язычила наше поколение, назвала самые главные понятия для нас, для нас 70-го года рождения. Вот выросло новое поколение, им нужен был свой язык и своя музыка, и, конечно, тот 25-17, Наган и Гуф, они придумали этот язык, и я за это им благодарен. И мы с ними дружим, мы с ними записали, там, совместную песню в рамках проекта «Лёд-9», и несколько клипов сделали вместе. Это вот мои друзья. А вот когда-то я слышал, да не слышал, а читал, что вы Барзыкина назвали или культовым, или гениальным, да? У меня есть рассказ, который называется «Герой рок-н-ролла», и, конечно, для меня это история с Михаилом Барзыкиным из группы «Телевизор», с другими рок-звездами, с которыми я сейчас общаюсь, с Сашей Скляром, например. Она для меня удивительна, потому что, когда я был подростком, когда мне было 14, 15, 16 лет, у меня на стене висели постеры. Борис Гребенчиков, Константин Кинчев, Миша Барзыкин, Виктор Цой и, там, башлачевские фотографии. А теперь прошло 20 лет, я с Барзыкиным записываю совместную песню. И, даст бог, может, еще с кем-нибудь из них запишу. Вот вы из перечисленных, вы назвали, мне кажется, что Барзыкин выпадает из этого ряда, потому что... Ну, он такой конъюнктурщик, я помню, мой папа фашист, вот эти вещи. Остальные-то все люди с месседжем были? Не согласен категорически. Ну, конечно, Миша Барзыкин как раз один из немногих рок-звезд, который всегда был строго, последовательно верен самому себе. И мой папа фашист, он по сей день поет, и там, конечно, смысл-то, может быть, кто-то не слышал эту песню, смысл не такой, что мой папа фашист. Я этому рад, я этому рад. Нет, в свое время, когда вот я это слушал, телевизор выступал на стадионах и соперничал с кино и с Алисой просто запросто. Вот именно, тогда-то они перечислялись через запятую, а сейчас время все расставило по своим местам. Время, знаете, бывает, во времени бывают всякие парадоксы, бывают всякие казусы случаются. Время не всегда абсолютно точный судья. Дети слушают Элифанг? Дети слушают Элифанг, тем более, что папа постоянно в разъездах перемещается из страны в страну, из континента на континент, и чтобы как-то реанимировать общение с отцом, и просто жена моя рассказывает, что они периодически ставят сами пластинку или включают какие-то там документальные фильмы про меня, и вот все это смотрят. Компенсируют дефицит, да. Расскажите немножко, у вас же четверо, да? У меня четверо детей от одной жены, их зовут Глеб Игнат, Кира и Лилечка. Младшей девочке 2 годик, старшему сыну 14 лет, и они все очаровательны, всех приглашаю зайти на мой сайт и увидите, что я не только пишу тексты и музыку. Сайт это вот Прилепин. Сайт захарприлепин.ру, в Яндексе набрать Прилепин, первая ссылка будет на мой сайт, и там все есть по этому поводу. Дети, сейчас они в деревне у меня, в деревне, в Кержинском лесу, в заповедных местах, куда дороги нет. Я сейчас приеду из Москвы, немедленно поеду туда и постараюсь добраться, потому что там дорога бездарная, а все сейчас в снегу просто. Надеюсь, что я не буду ночевать в лесу. Пожелайте мне удачи. Вот, и дети живут в деревне, где нет интернета, где нет телевидения, где нет мобильной связи, и им это все ужасно нравится. Они, конечно, наезжают периодически в город и там социализируются, а потом возвращаются обратно, им четверо, там мама, там я, там собака, там три кота, им все это ужасно нравится. Я думаю, что это не самый худший способ проведения жизни и детства, потому что детям самым главным, чем им не хватает, это как раз родители, общение, близости, тактильные, радости. Тусовки со сверстниками, в 14 лет хочется как-то. Ну нет, старшие тусуются со сверстниками, и когда мы приезжаем в город, они сразу бросаются во всю эту тусовочную жизнь, но она не должна быть одной единственной. У детей должны быть какие-то вот эти вот правильные диссонансы в миропонимании, миропостижении. Поэтому ребенок, который проводит полгода на природе, а полгода в городе, это самый нормальный вариант. Тем более, они у меня не болеют никогда, потому что они там всеми. Баня, снег тоже. Ну, геогены, опять же, такие, да, ОМОНовские. Ну, я занимался спортом, действительно, с юности, а жена, мастер спорта по легкой атлетике, тоже у нас все в порядке и по наследству тоже. Ну, они там образование-то какое-то получают? Они, понимаете, они до недавнего времени, у меня дети были, вот у меня девочки два годика, а шесть, семь и восемь мальчишки и девчонки, вот вторым и третьим, они все были дошкольники. И поэтому мы старшего сына, который учится очень хорошо, мы забирали из школы, там на три месяца, на четыре, и все перебирались в деревню. А вот в этом году стало посложнее, потому что все-таки первоклассники пошли в школу, и мы поэтому так вот стараемся большую часть в городе проводить времени. Но мы их немножко поучим, и потом будем уже забирать на подольше, потому что мы с женой сами можем все преподавать. Они приезжают, потом экстерном все сдают, вот старший сын сдавался, и даст успешно. А кем вы их видите в идеале? Или не задумывались? Упаси бог кем-то их видеть, главное, чтобы человек был хороший и счастливый. Это вообще для меня никакого значения не имеет. Не, ну в 14 лет уже есть представление, на самом деле, у человека, что он хочет. Ну, я не знаю, он что-то хочет, связанное, он занимается французским и английским, и что-то связанное с иностранными языками, может быть, военной юриспруденцией, может быть, что-то там по периодческой линии. То есть, ну, пока... Пишет стихи. Поймите меня правильно, мы много слушаем, не только читают книги, но очень много слушаем рэпа в машине особенно. И я гляжу, мне сын Расси написал два рэп-текста, очень остроумных, достаточно смешных, и сел сочинять третий, потом задумался, подходит ко мне и говорит, папа, за что больше платят, за стихи или за проза? Я понял, что у него правильное отношение к этому. Чем бы папа ни занимался, главное, чтобы дети были сыты. Это не какая-то не меркантильность, а просто правильное отношение к любому труду. Да, такое время. А может быть, если неплохие тексты он написал группы, или фанк напишет музыку, исполнит, это, мне кажется, было бы... Текстов тоже хватает, пускай создает свои группы, а то он так потихоньку перетянет одеяло, будет еще книги за меня писать. А вот насчет текстов папы. Вот такое высказывание нашел, которое меня заинтриговало. Прилепина, естественно, высказывание. Я знаю, что вы очень любите, когда из контекста вырывают, но поскольку оно приведено именно вот такой статой, мужчины думают, что женщины интересуют секс, женщины думают, что мужчины интересуют женщины, а мужчины интересуют секс. Вот этот тезис вы как-то... Он подчеркнут откуда? Он ведь не ради красоты изложения. Он ведь, наверное, это продуманный какой-то тезис. Ну, нет, это... Ну, он, конечно, продуманный, но во всем этом, безусловно, есть элемент... Но не скажешь даже, что провокации, но вот элемент некоторого серьезного допущения. Знаете, как у Льва Толстого, что все счастливые семьи счастливы... Одинаково. Да, да, несчастно по-разному. Но на самом деле все не так, конечно. Что все может быть и одинаково, и по-разному, и счастье, и несчастье. Все это ерунда. Ну, он решил с этой фразы начать роман, который можно оспаривать до бесконечности, но от нее исходит какое-то ощущение, что об этом стоит задуматься, что это любопытно. Поэтому эта фраза взята из рассказа... из ботинки полной горячей водки. Ботинки полной горячей водки, да. Вот и водки, это сборник, и там один из рассказов, и там есть лирический герой, лирическая героиня, и между ними есть определенного типа отношений, и эта фраза должна была быть там произнесена. Иногда просто вытаскивают фразы, которые произносят мои герои... Я все этого начал. И пишут, да, пишут, что это моя точка зрения, и я это вот как бы не... Я поэтому и спросил. Но, с другой стороны, безусловно, мой опыт наблюдения за происходящим не говорит о том, что там женщина, упаси бог, а сексуальная, но вот эти приоритеты и представления мужчин о женской сексуальности, они как раз мужские представления, потому что женщины несколько иначе это видят, и значимость, собственно, сексуальных отношений для них, она серьезно варьируется по сравнению с мужской значимостью. То есть это вещь совершенно очевидная, и не стоит ее скрывать от молодых людей, которые думают, что там у девушек все точно так же. У них все совсем иначе. Ну, другие животные, конечно. А скажите, а вот ваша аудитория в основном мужская или женская, или вы по гендерному признаку никогда не задумываете? Нет, она не только у меня. Вообще, я думаю, что у 90% пишущих людей в России, процентов, не знаю, 2, 3 или 3 четверти читающих их книги, это женщины. На встречу со мной, я езжу без конца по стране, приходят, как правило, процентов 70 всегда женщины в зале, процентов 30-40 мужчины. Ну, это нормально, это даже на самом деле удивительно для меня, потому что я до сих пор совершенно не могу этого понять. Хотя мужчины, знаете, ему просто периодически им, простите за фразеологию, западло как бы ходить на какие-то встречи, и они гораздо чаще переписываются по интернету, где-то там как-то, особенно там взрослые мужики или мои ровесники, ну что, перед пацанами неудобно, я пойду на встречу с писателем. А как-то там зайти с заднего хода, они всегда с удовольствием, выпить пиво, это они, конечно, прибегут. А вот навстречу там, ну что это? А вы, когда творите и пишете, вы подстраиваетесь под реакцию аудитории в том смысле, что вы понимаете, что какой-нибудь образ может быть неполиткорректным. И поэтому я его немедленно вставляю в свой текст. Вот так вот, да? Да нет, конечно, я об этом не думаю никогда. И опять же, очень многие считают, что вот такой вариант, написание текста, чтобы он понравился какому-то количеству публики или выиграл премию, что это можно... Ну хотя бы не вызвало торжение у какого-то количества публики. Ну это можно, что это якобы, это можно просчитать. На самом деле, конечно, ничего это не просчитать нельзя. И понравиться можно, ну мне так кажется, по крайней мере с теми текстами, которые я пишу, что понравиться можно быть только в том случае, если ты в каждом слове верен самому себе. Если ты не пытаешься что-то из себя изобразить, потому что ты все равно начнешь петь чужим голосом, начнешь петь фальцетом, начнешь басить там, где ты не умеешь басить. Это знаете, какой весельный в стихах. Нужно петь по-свойски, хотя бы как лягушка. Поэтому это все не имеет смысла. Если есть какое-то слово, которое мне, со мной вступает в противоречие, я никогда его не произнесу. А за все остальное я отвечаю. А вы... Это правильная информация, что вы как журналист работаете? Что вы редактируете... Я редактирую сайт «Свободная пресса» вместе с своим товарищем Сергеем Шергуновым и введу давно уже колонки в самых разных изданиях страны, начиная от «Работницы», заканчивая «Сексен-Сити». Я периодически появляюсь с какими-то высказываниями на тему. Но это я просто воспринимаю как часть писательской работы. Во-первых... Разве? Ну, это безусловно другая совершенно вещь. Я сейчас объясню. Как часть писательской стратегии. Хорошо, вот так я скажу. Потому что девушки и женщины, которые читают «Работницу и Сексен-Сити», они могут не очень часто ходить в магазин, но они вдруг увидели меня с моим оригинальным и громокипящим мнением и подумали, какой любопытный, или какой дерзкий, или какой наглый, или какой вздорный, или какой идиотский молодой человек. Пойду-ка я прочитаю его книгу. Поэтому я периодически появляюсь где-то только с целью, с той целью, чтобы люди пошли и прочитали книжки и поняли, чем я на самом деле могу быть важен и интересен. Хотя, с другой стороны, в журналистике иногда можно произвести те вещи, которые никогда не потащишь в книгу. Ну, то есть, условно говоря, написать там о автомобилях или о сиюминутной повестке дня политической, конечно, можно только в газете, в книгу я это не потащу, потому что все-таки тексты пишутся о чем-то, что уже... Ну, мне кажется, прилепит, чтобы не потащил в книгу, все равно будет хорошо, потому что здесь не про что, а как. Так, совершенно верно. И раз уж мы так говорили про мужчин и женщин достаточно много, я хочу последний вопрос. Он вообще достаточно традиционный у меня в передаче, задать насчет Маши Голубкиной. Она вот когда-то в этой студии произнесла такую вещь, которая меня совершенно перепахала. Она сказала, что все мужчины, абсолютно все, делятся на четыре категории. Первая – козлы. Ну, понятно, самораспространённый. Вторая – свиньи, собаки и коты. Какое животное за харпом? Я хочу вас встречать на вопрос. Был хоть один мужчина, который сказал, что он козёл? Ну что ж, мы по-писательски ушли от ответа. Нет, он точно не кот, конечно, собака. Маша Голубкина, когда в следующий раз появится, напомните ей разделение Ницше, который сказал, что все женщины делятся на коров, птиц и кошек, и пускай она выбирает, кто из них она. Ой, я с ней поговорю об этом. Огромное спасибо. Спасибо. Это был настоящий писательский разговор.